Тема сегодняшнего вебинара – новая экзаменационная модель ЕГЭ по русскому языку на 2024 год. Изменения в демоверсии и подготовки выпускников. Вебинар проведет Наталья Аркадьевна Сенина, кандидат филологических наук, доцент, руководитель отдела русского языка и литературы, издательство «Легион». Материалы сегодняшней встречи, а это презентация, видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту, также по завершении вебинара. Уважаемые участники, надеюсь, что вы будете активными слушателями. И если будут вопросы к лектору, пожалуйста, адресуйте их в чат. Всем нам плодотворной работы, и я передаю слово лектору. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, которые в чате вот лично, Наталья Аркадьевна, здравствуйте, приветствовали меня. Судя по тому, что не всем из записавшихся полутора тысяч человек удалось сегодня освободить время, чтобы пообщаться. Судя по этому, вот нас пока еще маловато, но тем не менее самые стойкие пришли. Приношу свои извинения за перенос вебинара, потому что вчера технические причины были от нас независящие. Просто не было света. Как вот все бывает, рушатся планы. Ну, добавление к тому, что сказал наш модератор, что я начальник отдела русского языка и литературы, хочется еще добавить, что еще и автор пособий. Я еще и пишу. Я не только руковожу, но я еще пишу, создаю книги, концепции для книг всех наших, которые издаются Легионом. Спасибо, что вы пользуетесь Легионом. Мы стараемся оправдать доверие ваше и тем, что выпускаем необходимую для вас литературу, тем, что оказываем методическую помощь. Вот, кстати, завтра я встречаюсь с ростовчанами, а в среду с краснодарцами приглашаю вас на встречи такие личные. Ну, а сегодня мы продолжим беседу и закончим этот цикл вебинаров об изменениях в КИМ по нашим предметам. А изменения на 2024 год в нормативных документах затронули и русский язык, и литературу. Затронули и 9 класс ОГЭ, и 11 ЕГЭ. Мы рассказали о том, я вебинар проводила, что появилось нового и чем мы могли оказать вам помощь, что появилось нового в демоверсии для 9 класса. Ольга Геннадьевна рассказала об изменениях в модели по литературе, а изменения были. Ну и сегодня я расскажу об изменениях в ЕГЭ по русскому языку. Собственно говоря, коллеги, особо и говорить-то не о чем, потому что изменения, которые были перечислены практически на полутора страницах в спецификации, по сути своей не так важны и не так страшны для всех нас. Поэтому основная моя цель сегодня рассказать об изменениях в модели само собой, но рассказать также о том, как нам перестроить и в чем перестроить подготовку 11 классников, а заодно и 10 классников, потому что, я думаю, все эти изменения сохранятся и на будущий учебный год. Когда вышли новые модели 24-25 августа этого года, конечно, все пали в некоторый ступор, потому что изменений было много, особенно в 9 классе. Изменения, например, обсуждаются до сих пор, изменения в кодификаторе по литературе вызвали целую бурю. Но вот в ЕГЭ изменений с моей точки зрения не так много, но они требуют детального рассмотрения. Хочется расставить сегодня, как это мы обычно с вами делаем, все точки над «и», и вы поймете, что не так страшен черт, как его молюют. По сути, все изменения, которые предполагаются внести в следующем учебном году, публикуются в спецификации 11 пунктам. И вот там такой большой перечень всех этих изменений был уже опубликован. Но если все это проанализировать, если все это сгруппировать, а я очень люблю классифицировать, типизировать, группировать, делать таблицы, схемы, алгоритмы, знаете, по нашим книгам, то получится, что всего три группы изменений я бы выделила. Прежде чем я их назову, давайте все-таки обратимся к вопросу о том, почему эти изменения происходят. Пюм, собственно говоря, причины того, что чти каждый год какие-то меняются задания, формулировки, форматы заданий и так далее. Ну, девятый класс надо отдать справедливость, сказать справедливости ради, несколько лет не трогали вообще. Но подошло время поэтапного перехода к проведению государственной итоговой аттестации, а это девятый и одиннадцатый классы вместе, по программам среднего общего образования на основе в ГОС, тем более в ГОС, который был изменен в 2022 году. И вот мы подошли уже к переходу этому, следовательно, такой переход повлек и некоторые изменения. Это самая основная причина появившихся изменений. Нельзя не сказать о том, что возникает очень часто необходимость улучшения качества отдельных заданий. Но качество отдельных заданий напрямую связано с необходимостью улучшения дифференцирующей роли как отдельных этих заданий, так и работы в целом. Не все так просто, я каждый год об этом всегда говорю, не все так просто, как представляется нам, простым учителям, не знающим о том, как сложно высчитывать по формулам математической статистики, как сложно высчитывать дифференцирующую способность каждого задания, модели в целом. Я вот сегодня покажу несколько слайдов и продемонстрирую, собственно говоря, этими слайдами то, о чем я сейчас сказала. Важно учитывать дифференцирующую роль. Важно такие задания подбирать, их же проверяют. Если задание не выполнило свою дифференцирующую роль, его меняют, формат его меняют. Так вот, важно подбирать такие задания, чтобы они смогли поделить результаты, а следовательно, и выпускников на те четыре группы, о которых заявлено было давно и о которых вот говорится в методических рекомендациях. И хочу вам предложить обратиться к методическим рекомендациям для учителей, которые подготовлены на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 23-го года по русскому языку. Внушительная пачка страниц, 61 страница, очень грамотно, толково и хорошо написанные методические рекомендации. Тут, собственно говоря, руководство к действию. Что делать учителям подготовки ЕГЭ? И если мы уже с вами назвали те причины, которые лежат в основе изменений, то теперь я хочу все-таки сказать, как я увидела все эти изменения в модели и что с ними можно сделать. Итак, я бы выделила три группы изменений. Первая группа – это изменения, которые касаются формулировок незначительных, не повлекших за собой изменения в оценке или еще в чем-то. Это изменения, допустим, в кодификаторе. Слайды будут, вы все это увидите, мы еще раз проговорим. Я сейчас называю в общем эти группы. Это первая группа. А изменений много. Ну, скажите, пожалуйста, если словарик паронимов переименован в словник паронимов, что, собственно говоря, отражает суть этого документа, я думаю, что нашим выпускникам, да и нам всем, не так важны эти изменения. Вот, между прочим, наш словарик паронимов действительно представляет собой словарик. Вы можете его найти на нашем сайте по QR-коду во всех книгах подготовки к ЕГЭ. Потому что мы даем не только перечень паронимических пар или рядов, состоящих из трех паронимов, но мы даем семантику, значение каждого паронима, и мы даем сочетаемостные, показываем сочетаемостные возможности каждого паронима. То есть не просто список, а именно руководство к действию, как научиться различать паронимы в речи и выполнять задания на ЕГЭ. Или, например, последняя строчка задания 27-го сочинения. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. Заменили на выражение сочинения пишите аккуратно, разборчиво. Я думаю, что никто это изменение практически не заметит. Вот таких изменений достаточно много. Мы о них еще поговорим. Вторая группа, блок изменений, это изменения в критериальной базе. Вот они уже существенны. Учителям нужно их знать. Мы о них тоже сегодня поговорим. И, конечно, познакомить детей со всеми этими изменениями. Например, если ребенок привык, что за комментарий по критерию К2 он может получить 5 баллов, то он должен знать, что этот балл существенно снизится в 2024 году. Он должен знать, что изменится количество баллов, допустим, за политомическое задание 8-е. Ну и в 26-м общее количество баллов не изменится. Однако ужесточились требования к получению одного балла. С этими вещами, с изменениями в критериальной базе, конечно, детей познакомить надо. Это серьезные изменения. Они отчасти следствием являются изменения формулировок, а отчасти были сделаны для того, повторяю, чтобы улучшить дифференцирующую способность отдельных заданий. Ну и, наконец, третья группа изменений – это то, что интересует нас всех, на что нельзя не обратить внимания – это изменения в самих заданиях. А их не так много. Оказывается, изменили формат задания, следовательно, и оценку тоже, да? Форматы заданий 13 и 14, то есть всего два задания у нас здесь, ну, скажем, в кавычках, пострадали в ЕГЭ. Да, они стали, конечно, сложнее. Мы их сейчас рассмотрим. И это еще одно маленькое-маленькое изменение, но вот оно как раз очень важно в обучении, в подготовке выпускников. Это маленькое изменение, оно касается не изменения всей формулировки задания 27-го, там тоже есть изменения, а касается только введения одного пункта. Для обоснования собственного мнения ребенок должен привести пример-аргумент. Мы опять вернулись к тому, от чего уходили. Почему? Ну, поговорим об этом. И поговорим об этом на отдельном вебинаре. Работа с текстом – это, в общем-то, моя любимая работа. Я просто немножко должна собрать свежего нового материала, сочинения выпускников, для того, чтобы наш разговор о написании сочинения и подготовке к нему был более предметным. Поэтому отдельный вебинар у нас обязательно будет. Кстати, приглашаю вас на следующий вебинар, который состоится 24 октября. Он будет посвящен нескольким заданиям на ОГЭ, в том числе одному новому. Ну, вы помните, что ОГЭ у нас, опять-таки, использую кавычки, пострадал гораздо сильнее, чем ЕГЭ. Вообще ЕГЭ обещали в этом году не трогать, а вносить изменения в следующем году учебном. Но, тем не менее, вот ОГЭ у нас появился с четырьмя новыми заданиями. Я не имею в виду переформулированное задание 13.3, потому что оно осталось тем же, по сути. 13.2 изменилась только цифра, поэтому сочинения, которые у нас есть, их можно приобрести, книжечки, равно как и 13.3 под названием 9.3. Тоже можно пользоваться, но новое издание 13.3 будет запущено с некоторыми новыми текстами и заданиями. Итак, изменений, которые затронули бы структуру, общую структуру модели ЕГЭ, нет. Изменение двух заданий 13.3 и 14.3 и введение в сочинение примера аргумента – это не тот случай, о котором надо, вот так скажем, с ужасом отзываться и его бояться. Это не те изменения, и я вам сейчас попытаюсь это показать и доказать. Уже все, да, у нас? Ага, хорошо. Коллеги, как всегда, показываю наши новинки. Мы работали лето для того, чтобы вы получили новые книги. Это 25 вариантов. Два слова скажу о том, что варианты абсолютно новые, и написаны по новой демоверсии. Вы видите красную плашечку на обложке по новой демоверсии. Мы не повторяем прошлогодние варианты под новой обложкой. Это сочинение на ЕГЭ. Коллеги писали мне, спрашивали, что будем ли мы переиздавать. Это 14-е издание, которое вышло под двумя фамилиями, естественно, Андрей Георгиевич Нарушевич и я. Пока не планирую эту книгу переиздавать. И имейте в виду, что 2,5 тысячи у нас есть на складе этих пособий, и вы можете приобрести. Самая, с моей точки зрения, фундаментальная книга. Извините, может быть, за нескромную оценку собственного труда, но более качественной такой подробной и объемной книги для подготовки к сочинению я еще не встречала. И, между прочим, мы не убирали отсюда главу об аргументации, поэтому она опять актуальна. Конечно, здесь критериальная база другая, но вы детям всегда можете рассказать о том, как изменились критерии оценивания. И пресловутый тематический тренинг. Почему говорю пресловутый? Потому что 13-14 здесь по старой демо, но зато здесь переделаны новые материалы и о первом, и о втором, и о третьем заданиях. Здесь все новое. Ну, а 13-14 вы всегда можете добрать в 25 вариантах. С книжечкой ОГЭ, тематический тренинг, мы поступили несколько по-другому. Об этом скажу позже. Это, конечно, литература наша, 20 новых вариантов. Мне недавно задали вопрос, вы изменили варианты, но вообще-то они здесь новые и написаны по новой демоверсии. Дальше. Итоговое выпускное сочинение Андрея Георгича. Их еще, по-моему, 1200 есть на складе. Книга выходить не будет. В итоговом выпускном сочинении проведет вебинар Ольга Геннадьевна Горьковская. А книгу вы еще можете приобрести, потому что база и направления итогового сочинения сохранены. Так, давайте посмотрим. Прежде чем говорить о том, к чему готовить детей и как это делать, наверное, надо посмотреть на результаты. Результаты очень интересные. Вот посмотрите. Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2023 году составил 68,65%. Средний балл в 2022 году практически такой же, но мы видим, что средний балл в 2023 несколько повысился. Вообще, вообще, очень высокий балл ничего хорошего для экзамена, для оценки и для общей ситуации, например, при поступлении в ВУЗы не приносит. Ведь ребенку нужно набрать, допустим, какое-то суммарное количество баллов для поступления в престижный ВУЗ. И очень часто многие выезжают именно на русском, если хорошо его знают, и хуже сдают другие предметы, являющиеся профилирующими. Поэтому, конечно, балл достаточно высокий. И я думаю, именно поэтому усложнились задания, формат заданий 13 и 14. Они действительно стали сложнее. А вот теперь посмотрите, как все сложно при оценке результатов ЕГЭ в масштабах страны, в масштабах Российской Федерации. Если хотите, рассматривайте это как удава проглотившего слона из маленького принца. Но вот это та диаграмма, которая наглядно показывает, как должен распределяться первичный балл. Вы видите, что очень маленькая высота этой, так скажем, шляпки в начале, потому что это те результаты, результаты тех учеников, выпускников, которые набрали минимальное количество баллов. Дальше идет увеличение, это уже где-то там троечники. Дальше стабильная шапка этой шляпы. Это хорошая группа прочных хорошистов. И, наконец, опять не очень большое количество уже спад. Это отличники. Не может быть большой высоты в начале и в конце. Если в начале у нас очень, так скажем, высокая будет, эта кривая будет высокой, вот покажу на столбцах таких в диаграмме, может быть, проще. Если первый столбик будет очень высоким, это значит, что очень много двоек, и варианты кимы очень сложные. Если последний столбец под номером 4 будет выше, чем этот, а этот и так высокий в 23-м, то это значит, что варианты слишком простые, и очень много у нас получилось отличников. Это тоже, по сути, этого быть не должно. В этом году, кстати, выпускников было на 20 тысяч меньше, чем в прошлом. 640 766 человек сдавали ЕГЭ. Итак, вы видите, что распределение баллов достаточно сложная вещь. Она осуществляется по математическим формулам. Не все так просто выстроить вот такую вот шляпку, кривую. Поэтому не будем говорить о том, зачем и почему происходят изменения. Это очень сложный инструмент регулировки. А мы с вами посмотрим на результаты. Я специально упростила табличку, она идет в конце методических рекомендаций, чтобы несколько слов сказать о результатах по 23-му году. Эти результаты нам, кстати, и задают перспективу подготовки и перспективу работы. Вообще в метод-рекомендациях есть несколько списков заданий. Задания, которые стабильно, хорошо выполняются на хорошем уровне, и они стабильны. Задания, которые имеют положительную динамику, то есть рост наблюдается при их выполнении. Группа заданий, которые имеют отрицательную динамику. И вот в таких таблицах наглядно видно, что происходит. Давайте посмотрим. Средние баллы здесь достаточно высокие. Вот посмотрите, первое задание. Логика смысловые отношения между предложениями, когда нужно вставить пропущенное слово. Это задание должно перекликаться с аналогичным 25-м. Логика смысловые отношения между предложениями. Но здесь, это работа с большим текстом, средний процент выполнения 47, а там мы видим 77. Вот такой разрыв. Точно такой же разрыв бывает очень часто и происходит между заданиями на пунктуацию, направленными, и с реальной пунктуацией. Вы все прекрасно знаете, какое у нас катастрофическое положение с пунктационной грамотностью наших детей. Катастрофическая грамотность лучше, а пунктационная хромает и хромает. Дальше, посмотрите, пожалуйста, орфоэпические нормы очень у нас упали до 58%, ну и произошло это, естественно, потому, что у наших детей не выработаны регулятивные универсальные учебные действия. Они не совсем верно читают. Во-первых, изменился формат задания. Он перестал быть заданием с одним ответом, остался множественными ответами. Ну и очень часто дети неправильно, не прочитывают вообще формулировки заданий. Это происходит, например, и с 22-м очень часто, и с 23-м заданиями. Укажите ошибочный ответ или верный, какие верными являются. Да что говорить, мы сами порой, я за собой это тоже иногда замечаю, прочитываем наспех и не совсем верно, а потом у нас ответы не сходятся. Это вот все называется регулятивные универсальные учебные действия. Их тоже надо вырабатывать. Дальше. Это орфоэпические нормы. С остальными вроде бы все в порядке. А вот дальше пошла орфография. И орфография у нас то, с ней происходит то, что мы обычно называем западает. Вот таким жаргонным учительским словом, учительским жаргоном западают. Посмотрите, что происходит с 10-м заданием. Посмотрите, что происходит с 12-м заданием. Это у нас правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастия и депричастия. Традиционно плохо выполняемые задания. Традиционно плохо. Тринадцатое задание. Достаточно хорошо, 69. И четырнадцатое аналогично. Вот как раз их, как говорила когда-то Ирина Петровна Цибульк, два года назад. И подкрутили. То есть усложнили. Далее нет смысла все это рассматривать более подробно. Вы можете посмотреть метод рекомендации. Или потом уже изучите, скачав презентацию. Но, коллеги, это очень важно. Важно знать, в каких направлениях и как готовить. Ведь это общая картина. Это большая фотография объекта. А наш класс, ваши ученики или группа учеников, это маленькая фотография. Но объекта от этого не меняется. Он один и тот же. Да. Это красная? А. Что касается устной речи, то творится, конечно, полное безобразие, причин которым очень много. Я могу отдельную лекцию об этом прочитать, но ребенок слышит. Все это, естественно, модель произношения и постановки ударения формируется в ближайшем окружении. Это семья, это школа, это, к сожалению, улица. Да. Ну, хорошо, если абсценную лексику не употребляют, это уже хорошо. Критерий по последней у нас весьма и весьма высок по этическим нормам на сочинении. То есть у нас дети предпоследние этические нормы, критерий 11, большой балл в выполнении. Следовательно, дети в сочинениях не используют ни ругательства, ни мат. Это уже хорошо. А что с ударениями, тут уж простите. Работу мы тоже, что греха таить, практически не проводим в школе по орфоэпии. А вот теперь смотрите, что мы имеем. 20-е задание, пунктуация, 47% выполнения. 21-е задание, задание с буквой П повышенного уровня сложности, пунктационный анализ, 35%. Но здесь причины, конечно, другие. Неумение детей выполнять задание, обобщающего такого уровня, как 21-е. Знаки припинания там в сложно подчиненном худо-бедно еще поставят. А так, чтобы проанализировать все, выделить группы, систематизировать, увы, не получается. А вот мы смотрим, повлияет ли новое задание по пунктуации на соотношение в ОГЭ на выполнение 21-го через 2 года, когда девятиклассник придет в 11-й класс. Очень интересно будет посмотреть на результаты. Функционально-смысловые типы речи 23-е. Традиционно низковыполняемые. Логика смысловые, как я уже сказала, очень низкие результаты 47. Вы видите картинку сочинения. Картинка сочинения очень даже неплохая, очень симпатичная по баллам 99, 81 и так далее. И, как всегда, портит эту картинку нам пунктационная грамотность К8 в 49%. Поэтому, коллеги, когда мы смотрим на результаты, а мы должны на них смотреть, то мы должны учитывать, чем заниматься, на какие виды заданий, темы, правила делать акцент, акцентировать внимание. То есть общая картина, я думаю, во всех классах одинакова. Причины изменений КИМ я уже назвала, я о них сказала. И еще раз повторяю, что структура и содержание КИМ по ЕГЭ не то чтобы в целом сохранены, а практически сохранены. Если мы говорили о том, что на ЕГЭ они в целом сохранены, то там всего 4 задания новых добавили. Но ведь структура от этого не изменилась, концептуальная направленность работы самой модели не изменилась. То же самое и в ЕГЭ. Ну, а теперь посмотрим на конкретные наши изменения, что произошло. Первая группа, о которой я говорила, то, что так несущественно затронула. И то, что изменения, которые, может быть, даже и не нужно детям о них рассказывать, это изменения в кодификаторе, например, уточняющий член предложения, заменено на уточняющие обстоятельства, равно как и сравнительный оборот. Это включение, добавлены такие понятия, как синегдаха, эпифора, риторическое обращение, многосоюзия, оксюмарон и так далее. Но ведь они и раньше были в списках, поэтому мы с ними сталкивались. Вполне возможно, что теперь будут конкретные, не просто они будут такими свадебными генералами в списках терминов, а будут действующими такими фигурами в задании, в рецензии. Но очень сложно, я вам скажу, по собственному опыту знаю, очень сложно найти тексты. Кстати, многосоюзия, бессоюзия у нас в этом году есть несколько вариантов с такими понятиями средств выразительности. Оксюмарон найти очень сложно, но тоже попадается. Вот это все добавлено. Смотрим дальше. Словарик паронимов переименован в словник. Об этом мы сказали. Я думаю, что дети не очень сильно будут, их подготовка будет зависеть от такого переименования. В работу внесены следующие изменения. А вот здесь дан целый ряд заданий, я все это составляла по спецификации. Целый ряд заданий, где указаны вариативные формулировки. Это шестое. Помните, там «исключить» – «исключите лишнее», да, или «замените». Это вариативная формулировка, но она была. Это 13-е и 14-е, которые мы сейчас рассмотрим. 15-е, 21-е, 22-е и 23-е. Там касалась формулировка, какие ответы. Отметьте ошибочные ответы и отметьте верные ответы. Вот это и есть вариативные формулировки. Что же произошло с заданиями 13-м и 14-м? Прежде всего, изменилась система ответов. У нас был один ответ, теперь их стало несколько, то есть множественный ответ. Вспомните, пожалуйста, как мы работали с заданиями и как, в общем-то, дети иногда работали. Что они делали? Они четко знали, это я на тему «угадай-ка», в чем очень часто обвиняют ЕГЭМ. Дети наши знали, что в ответах дается 17 клеточек. Поэтому несложно было высчитать, например, правильный ответ. Теперь совсем никаких 17 клеточек нет, потому что множественный выбор будет в виде цифр. Ну а поскольку увеличилось количество ответов, может быть, минимум 2, 3 или 4, то и расширился тот языковой материал, который в эти задания включается. И с этим вместе появилась возможность у детей находить не только слитное, допустим, и раздельное, ну там слитное всегда были, но и раздельное, и в 14-м задании дефисное написание. Примеры 13-го и 14-го я покажу. Дальше изменена система оценивания политомических заданий с кратким ответом. У нас есть дихотомические задания, когда 1 и 0, есть политомические задания, это задание 8 и задание 26. В 26-м количество баллов осталось тем же, однако изменилась формулировка и рамки количества ошибок для получения 1 балла. Это я нечаянно задела. Для 1 балла. Дело в том, что, как и в прошлом или в позапрошлом, кажется, году, когда менялись количество баллов, все это написано, ну, не совсем так по-русски в спецификации, поэтому я для вас опять сделала такую же табличку, как в, кажется, в 22-м году. Вот посмотрите, и вы сразу поймете, в чем дело. Восьмое задание. Баллы уменьшились, теперь 2, если нет ошибок. 1 балл, если 1, 2 ошибки. 0, если неверная последовательность или вообще нет ответа. Но посмотрите, пожалуйста, на примечание. Если количество в символов в ответе больше, чем 8, сколько у нас там, 5 клеточек, да, если больше 5, ребенок что-то пририсовал, то тогда обнуляется весь ответ, если он даже был правильным. Поэтому четко прикажите детям ничего лишнего не дописывать. Да, давайте. Нет, 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 это будет позже установлено. Так вот сразу в сентябре, в октябре это не устанавливается, поэтому поживем-увидим. Это все зависит от общего балла, от сдачи. И далеко не простой такой политический, социальный вопрос. Далеко не простой, пока нет. Дальше, задание 26. Количество баллов осталось тоже 3. Однако для того, чтобы получить 1 балл, ребенок может теперь допустить только 2 ошибки, а не 3. Ну и опять-таки, если он что-то к 4 циферкам припишет, то тогда даже верный ответ обнуляется. Надеюсь, эти таблички вам помогут, потому что в спецификации и в демо-версии дан на полстраницы текстом дана система оценивания. Просто такой вот текст, вербальный текст. С табличками, я думаю, будет проще. Конечно, задание 8 и 26 будет оценивать машина, не мы с вами, но дети-то должны это знать. Следовательно, при подготовке вы тоже должны это сказать, что изменился формат, и вы будете готовить по новому формату. Изменилась в 13-м, 14-м, изменилась система оценивания 8-го и 26-го. Теперь уже не приходится рассчитывать на большое количество баллов в задании 8-м. Дальше. Так, 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 а я хотела показать вам. Давайте я все-таки закончу теперь с 13-м и 14-м, потому что разговор о 27-м у нас будет такой предметный, конкретный, хотя я и не планирую сегодня очень много говорить о сочинении, но очень много, поверьте, у учителей, и не только у учителей, у тех, кто готовит детей, допустим, и в школе не работает, очень много вопросов появилось после демоверсии новой. Очень много, поэтому поговорим немножко предметно о 27-м. Итак, 13-е задание. Что было? Определите предложение, в котором там частицы «не» и «не», с выделенным словом пишется слитно. Вот там и давалось 17 клеточек, выходить за которые мы не могли. Раскройте скобки и выпишите это слово. Слово. Следовательно, вот, в общем-то, простенькое задание, потому и выполнялось очень хорошо. Смотрите, 13-е задание у нас выполнялось почти на 70%. Между прочим, 14-е тоже 69% выполнения, тоже высокое. Что будет в 24-м? Укажите варианты ответов. Цифровые. Ряды будут, да? Цифровые. В которых «не» с выделенным словом пишется раздельно. Раздельно. Теперь мы можем написать все. Дальше смотрим. Слитно. А в 14-м еще появляется не только слитно или раздельно, а еще и через дефис. То есть теперь там слова могут быть, вы же помните, что в ответах дети писали все без пробелов. Это мы, когда пишем ответы, мы в сетке нашей ответов в книге «25 вариантов» пишем с пробелами и запятыми для того, чтобы легче было визуально воспринимать. В ответах же дети пишут все сплошным текстом, без пробелов и знаков припинания. А теперь в самом задании может быть и дефисное написание, и слитное, и раздельное, потому что ответ будет цифровой. Ну, а теперь вернемся к 27-му заданию. Что изменилось? Претерпела изменение формулировка задания 27-го. Пятны, эти формулировки сравним, потому что очень уж хочется поговорить об этом. Отпокоить вас хочется, коллеги. Ничего не изменилось, по сути, кроме того, что выпускник должен привести пример-аргумент. Говоря о своем восприятии позиции автора, своем отношении к позиции автора. Ровным счетом ничего больше не изменилось. Однако произошли большие изменения в критериях оценивания. И я считаю, что критерии оценивания тоже дети должны знать. Я всегда во всех книгах, и в 9-й класс вот эти, я всегда включала критерии оценивания. И сейчас в новую книжечку «Итоговое собеседование» в 9-м классе тоже включила все критерии оценивания. Ну, а как же? Это самое основное, с чего мы начинаем. Ребенок должен знать, как его будут оценивать. Кстати, кроме изменений в баллах и в буковках в критериях оценивания итогового собеседования, ничего больше не изменилось. Модель осталась той же. Ну, а книжечку, я предполагаю, в конце октября вы сможете приобрести. Она изменилась и стала немножко толще. А вот критерии оценивания сочинения изменились каким образом? То, что написано, уточнено, понятие анализа смысловой связи, проанализируйте указанную и так далее. Это все и было. Это было, и вы сейчас на слайде, где два года, 23-й и 24-й, что предполагается, это сами увидите. А вот совершенно новое, помните, я сказала, по сути, только три серьезных изменения, если не считать критериальную базу. Это задания 13-е и 14-е, которые поменяли свой формат и стали заданиями с множественным выбором ответа. И это включение аргумента, примера аргумента в сочинение. Итак, и вот еще, что всех напугало. Пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Я помню, когда вышла дема, по-моему, она 25-го вышла, да, а 24-го августа вышла дема ОГЭ, да, ЕГЭ вышла 25-го. Этот историко-культурный опыт так потряс не только учителей, но вообще всех. Хотя, что тут трясаться? Тут достаточно все просто. Есть еще такое понятие, как метапредметные связи. Дети изучают историю, дети изучают общество знания, дети, в конце концов, изучают литературу. И все это вместе может быть под грифом историко-культурный читательский опыт. Не могу не вспомнить о девятом классе. Помните, когда вышла новая модель 9.3, да, и никто не знал, что же такое жизненный опыт? А там это все, все вместе, жизненно-читательский, историко-культурный, шел под общим наименованием жизненный опыт. И вот тогда ФИПИ через год или два, после того, как вышла эта модель ОГЭ, расшифровал нам, что же такое жизненный опыт. Это и читательский, это, то есть, кстати, читательский, это не только подробный анализ или краткий анализ какого-то художественного произведения, который здесь вообще неуместен. Это афоризмы, пословицы, поговорки. Это исторические факты. Это общественно значимые вопросы, которые в СМИ обсуждаются. Это высказывания известных философов, писателей, ученых и так далее. Это высказывания специалистов в какой-либо области. Это результаты личных наблюдений, которые, собственно говоря, и составляют непосредственно жизненный опыт. Таким образом, вот когда мы с вами, а я знаю, что по продажам книги сочинения на ОГЭ 9.2 и 9.3 самой востребованной оказалась 9.3, когда мы с вами готовим детей к написанию сочинения на ОГЭ, то вот можно уже предвидеть, как все это потом отзовется в 11 классе, когда это эти дети туда пойдут. И я, между прочим, для того, чтобы вот показать на примерах, расшифровать все это, сделала табличку, которую вы в книжечке 9.3 можете найти, где показала, что такое общественно значимые вопросы, примеры, допустим, при определении словосочетания жизненной ценности или читательский опыт, как работает при определении слова взаимопонимания и так далее, и так далее. Вот был у меня даже когда-то вебинар, посвященный преемственности ОГЭ и ЕГЭ. Ведь по сути разобраться, ЕГЭ берет начало, ну, может быть, даже и раньше ВПР берет начало, но берет начало на ОГЭ. И чем лучше мы подготовим детей, тех, которые мотивированы и пойдут в 10-й и 11-й класс, в 9-м классе, чем лучше подготовим, тем нам проще будет справиться с сочинением на ЕГЭ. Итак, да. Нет, коллеги, один. Кому-то попадется слитное написание, в каком такими другом будет раздельное, а у кого-то в 14-м задании будет дефисное. Нет, конечно. Я показала все варианты и вариативные формулировки, чтобы вы детям об этом тоже говорили. В нашей книжечке 25 вариантов представлено все, и раздельное, и слитное, и дефисное. А поскольку 17-ти клеточек в ответе нет, не нужно вписывать, а будет 2, 3, ну, может быть, 4, но это крайне редко, я думаю, ФИПИ не дает обычно 4 циферки, то тогда здесь вот таким образом. Да. А 4. Сейчас скажу. Да, я поняла. Пойдем дальше. Вы меня переключите, пожалуйста, на презентацию. Итак, критерию К2. Уменьшено общее количество баллов. Я сказала, что изменилась критериальная база. Помните, поднимали до 6, но 6 не сработало, то есть дифференцирующую роль не сыграло. Уменьшили до 5 в этом году, в 23-м. Теперь будет 3 балла. И вот критерии К4, как раз и вопрос кто-то мне задал, да, в критерии К4 отношения к позиции автора, ну, близкий вопрос, появилось указание к оцениванию, его не было. А вот такие указания к оцениванию очень много. И особенно к К2, указания к оцениванию, это все подсказки для, конечно, экспертов, для комиссии, чтобы легче было единообразно оценивать и не мучиться сомнениями по полчаса, что же ставить за сочинение. Вот. Что появилось? Появилось вот такое указание. Обоснование должно включать пример аргументов. То есть теперь, если примера аргумента нет, то и по критерию К4 выставляется 1 балл. А пример аргумент должен основываться на жизненном, читательском или историко-культурном опыте. А вот что касается, вопрос был по комментариям, да? Какой вопрос? Можно еще вернуть? Будьте любезны. По-моему, мы его пролистнули. Ниже. Нет-нет, не вверх, а наоборот. Фактические ошибки что-то было. Ученик допустил фактическую ошибку. Но вы понимаете, что фактические ошибки разводятся то ли в К12, если это фактическая ошибка такого фонового материала, и фактическая ошибка, связанная с тем, что ребенок неправильно понял смысл исходного текста. И если он допустил фактическую ошибку, связанную с пониманием проблемы исходного текста, это я читаю указания к оцениванию, то пояснение к примеру иллюстрации не засчитывается. Это все прописано в критериях оценивания. Критерии оценивания к демоверсии перекрепляются. Вы можете распечатать и с детьми поработать. Они есть в нашей книге со ссылкой на сайт FIPI. Итак, поняли мы все, что аргумент вернулся. Как его включать? Какой аргумент? Мы уже об этом много лет говорили. Повторяю, что в нашей книге с Андреем Георгиевичем совместное сочинение на ЕГЭ аргументу посвящена целая глава. Об этом мы еще будем с вами говорить. А теперь пойдем дальше и посмотрим, что случилось еще в критериальной базе. А случилось вот, что критерий К6 у нас теперь так интересно называется – богатство речи. И вот как раз у нас уже здесь дикотомическая оценка 1-0. То есть двух баллов уже не будет. Но самое интересное, что оторвался 6-й от 10-го или 10-й от 6-го. Поэтому критерий К6 стал независимым от критерия К10. А вот если мы посмотрим на результаты 23-го года по сочинению, то критерий К6 имеет средний балл 68, не средний балл, простите, процент выполнения 68, а критерий 10-й – 66. Они соотносимы. Но теперь они соотносимы. Не будут. Они оторвались. И, между прочим, все речевые ошибки, связанные с тавтологией, например, переползли плавненько к критерий К6. Так что это эксперты, имейте в виду. Я думаю, детям это погоды не сделают, не столь существенно. Поэтому иметь в виду должны только члены комиссии. Но вас еще будут обучать этому. Дальше. Нет теперь понятия «однотипная ошибка». Каждая орфографическая считается за отдельную, не объединяясь. Ну, вы знаете, что по баллам максимально уравняли соблюдение орфографических норм по количеству ошибок и баллам, сделали идентичным пунктационным нормам. Ну, наверное, для удобства членов экспертных комиссий, которые проверяют. Но я с этим вот как-то не могу согласиться. Почему? А вы видели? Что вы видели? Пожалуйста, скажу. 49% по критерию пунктационной грамотности, 49% выполнения. То есть мы даже до половины грамотных в пунктационном плане людей не дотягиваем. И, а это говорит о том, что пунктационных ошибок гораздо больше. То ли это связано с тем, что при наборах текстов и СМС-сообщений в телефонах, в гаджетах, ну, не обязательно ставить знаки припинания, не знаю. Но то ли это связано с тем, что, и, кстати, это имеет свое такое обоснование реальное, связано с тем, что восьмой и даже особенно девятый класс, мы, ну, что греха таить, не всегда программой занимаемся, часов нет. Часто готовим к ОГЭ, и некоторые темы пропускаем. Ну, в общем, беда-беда у нас с пунктационной грамотностью. Ну и, наконец, первичный балл изменен и снижен. Видите, он потихонечку снижается. Было 54, стало 50. Балл общий снижен. Ну, а теперь это мы уже разобрали. Теперь самое интересное. С моей точки зрения, что мне очень и очень понравилось. Вот я дала… Не поместилась только последняя фраза, в которой тоже произошли изменения. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком было в 23-м, и станет в 24-м. Сочинение пишите аккуратно и разборчиво. Таких деталей много и в 9-м, и в 11-м классе, но нас интересует по существу формулировка 27-го задания. Что я хочу об этом сказать? Ничего нового в написании сочинения не произошло, за исключением того, что мы должны включать один пример аргумент. Об этом мы уже поговорили. Изменилась формулировка. А вот давайте посмотрим. На мой взгляд, формулировка в 24-м году стала, станет, она еще не стала, станет ближе к такому пониманию и выпускника, и учителя, но все-таки она еще, несмотря на эти изменения, далека от того, чтобы быть идеальной. Но лучше, чем в 23-м. Почему? Выскажу свою точку зрения. А здесь я должна вопрошать вас и ссылаться на ваш учительский опыт. Вы проверяете сочинения и в 10-м, и в 11-м классе, в 10-м, особенно если начинаете рано детей готовить. Очень много, и все это прекрасно знаете. И члены экспертных комиссий тоже это прекрасно знают. Если мы посмотрим на формулировку 23-го года, то, по сути, все формулировки, я говорю это каждый год, задают структуру сочинения. Задают. В методических рекомендациях отмечено, повторяю, они очень и очень неплохие в этом году, советую почитать. Отмечают, что шаблонизированы стали наши сочинения, что они практически по шаблону пишутся, что они, вот, скажем так, потеряли лицо, потеряли индивидуальность в общей массе. Ну, коллеги, ну, не будем уж так детей наших ругать. Вспомните советские времена. У нас золотых сочинений для медалистов было не так уж много. Это первое. И второе. Кто их писал? Вот так. Здесь писать некому. Здесь пишут сами дети. Следовательно, пишут, как могут. Да, мы научили их определенной структуре. Да, мы научили их определенному трафарету и клише. Это неплохо, потому что оценивать детей будут по определенным критериям. Сами критерии, вот эти 12, они и задают жесткую структуру сочинения. Никуда от этого не деться. Следовательно, читаем. Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором. Сформулировали. Прокомментируйте сформулированную проблему. Комментируем. Худо-бедно, но судя по тому, что мы читали и читаем, очень хорошо комментируют. Включите в комментарии два примера иллюстрации из прочитанного текста, а дальше никто не читает фразу, которые важны для понимания проблемы исходного текста. Избегайте чрезмерного цитирования. Дайте пояснение каждому примеру иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между примерами иллюстрациями. Сформулируйте позицию автора-рассказчика. Сформулируйте и обоснуйте свое отношение по проблеме. Если мы посмотрим на большую массу сочинений, написанных в 23-м году, то мы увидим, что значительная часть сочинений содержали два примера аргумента, которые были, я всегда говорю такую, использую такую фразу, притянуты за уши в это сочинение. И ребенок очень часто их совершенно не пояснял, потому что не объяснили, что такое поясните примеры иллюстрации. И вообще непонятно, что такое примеры иллюстрации. Нужно же с этого начинать. Дальше. Укажите смысловую связь. Указывали. Самое частотное. Примеры дополняют друг друга. В метод-рекомендациях даже такой курьезный случай используется. Курьезный пример. Противопоставляя, примеры дополняют друг друга. Все, что угодно писали. Самое частотное дополняют друг друга. То есть использование примеров. Он написан на включите два. Их и включали. Включение было формальным. Примеры иллюстрации не работали на комментарии. Да потому что было вообще непонятно, что такое комментарии и как комментировать. А вот если мы в девятом классе 9.3 начнем учить комментировать и 9.2, то, наверное, мы придем к хорошим результатам. Ну и смысловая связь была совсем уж дикой. Что говорить? Давайте посмотрим на 24-й год. Так, лучше меня слушайте. Об этом потом поговорим. Шаблон никуда не делся, потому что я имею в виду, где-то когда-то лет 6-7 назад по интернету бродило сочинение, полностью состоящее из шаблонных фраз. Полностью не было понятно, ни о каком писателе идет речь, ни какое произведение рассматривается. Да, нормальные шаблонные фразы. И сочинение нормальное, 150 слов. Но это же сочинение нулевое, потому что оно не по тексту. Итак, переходим к 24-му году. Прокомментируйте сформулированную проблему. Было и осталось от проблемы. Мы начинаем с проблемы и комментируем ее. Включите в комментарий пояснение к двум примерам иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста. То есть мы видим, что здесь составители поменяли местами два компонента фразы. В этом году мы включали два примера иллюстрации и потом только должны были их пояснять. Но из-за того, скорее всего, я так думаю, и опыт проверок показывает, что дети часто ограничивались исключительно двумя примерами. Вот им велено два примера иллюстрации включить, а они включали разными способами цитирование, ссылка на номер и так далее, и так далее. А потом они уже не доходили до пояснения или не знали, как пояснить, или, проще говоря, просто переформулировали эту цитату, другими словами говорили. Но ничего полезного для комментария не было сделано в таком случае. Так вот, теперь мы должны начинать с пояснения к двум примерам иллюстрациям. Дальше. Проанализируйте указанную смысловую связь. Вот это слово «указанную» вызвало бурю эмоций обсуждений 25 августа. Потому что в прошлом году, например, проанализируйте смысловую связь, а здесь указанную. Коллеги, связь указываем по-прежнему, и баллы за нее тоже начисляются. Эта связь тоже чего-то стоит по критериям. А формулировка «проанализируйте» – это смысловую связь. Значит, мы ее называем и анализируем. Как анализируем, что используем. Кстати, с Андреем мы в книге такие примеры давали. Дальше. Сформулируйте позицию автора. Сформулируйте и обоснуйте свое отношение по проблеме. Включите в обоснование пример иллюстрацию, опирающуюся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Сейчас мы об этом много говорили. По-прежнему объем не менее 150 слов. По-прежнему работа должна быть написана с опорой на прочитанный текст. Поэтому вот тот шаблон, который бродил в интернете из красивых фраз, но никоим образом не отсылающий нас, ни к какому тексту будет оценен нулем баллов. Все это сохранилось. Переписывать текст нельзя. Пересказывать тоже. Написать надо сочинение аккуратно и разбойчиво. Итак, давайте посмотрим, что изменилось, а не чего. Составители и разработчики, с моей точки зрения, это мое личное мнение, посмотрим, подтвердится ли оно, практика подтвердит ли, и пытаются приблизить вот такой формулировкой, таким изменением, поменяв местами части фразы, пытаются приблизить и учителей, и детей, комментарию. Что такое комментарий? Мы сформулировали проблему. А дальше мы должны ее объяснить, комментировать, пояснить, рассказать другими словами. Я взяла вот 9.3 не просто так, потому что тут есть у меня целый параграф, как раз таки, касающийся иллюстрации и аргументов. Что такое аргумент? Что такое иллюстрация? И я думаю, что учить комментировать нужно не только... означает не только привести примеры. Примеры они часто приводят с бухты-барахты, совершенно не связанные с развитием комментария. А научить комментарий нужно таким образом, чтобы мы от проблемы, как мы это часто говорим, и все это прекрасно знаете, чтобы наш комментарий закончился чем? Выходом на позицию автора. Здесь логика есть, железная логика. Здесь все в порядке с этим. Но вот формулировка опять близка, может быть, к идеальной, но она еще не приближена. Почему? Потому... Я не пойму, почему, но вот эти примеры иллюстрации, они кочуют из года в год, а ведь на самом деле пояснение к примерам иллюстрациям – это тавтология, потому что иллюстрация – это и есть поясняющий пример. Это разъяснение, вот я об этом здесь писала, да? Что такое иллюстрация? Возьмите любую книгу. У меня было когда-то видео записано, анализ текста Симонова «Как анализировать». И вот там я даже книги приносила, детские показывала, и не детские. Вот иллюстрация. Иллюстрация показывает, рассказывает, разъясняет нам. Как видит, ну, иллюстратор, да, художник, сам текст. Поэтому вот эти несчастные примеры иллюстрации, конечно, тут бы по-хорошему отключиться от этих приложений, примеры иллюстрации. Они здесь вред даже приносят, хотя тут и местами поменяли. Дайте пояснение включить, и к двум примерам иллюстрации. Но иллюстрация – это и есть пояснение. Иллюстрация – это значимая информация текста. А значима она для чего, с какой целью? Для того, чтобы проблему как следует описать и от проблемы прийти к позиции автора. А вот аргумент, который мы включаем, аргумент выполняет несколько иную функцию. Это доказательство, довод какой-то. Что мы будем доказывать? Своё отношение. Мы выразили отношения. Ну, только, боже упасение, фразой согласен, не согласен. И на этом не останавливаемся, что было, в общем-то, в 23-м году множество, да? Почему и вернулись. Не только поэтому вернулись к аргументам. А вот доказывать мы будем аргументом, одним-единственным. Таким я об этом сегодня много сказала. Мы обосновываем уже аргументом своё собственное мнение. Как видится мне формулировка? Я не стала делать отдельный слайд, потому что я не сотрудник ФИПИ. Я только занимаюсь переработкой той информации, которую выдаёт ФИПИ. Я занимаюсь методической помощью учителям, объясняя всё это. Но у меня есть своё видение определённое. И вот, кстати, эта книжечка небольшая, но мною очень любимая, 9.3, которая выйдет уже под названием 13.3 и с новыми упражнениями. У меня есть тоже своё видение. Между прочим, вот эта формулировка задания 27-го, несколько видоизменённая. Пример-аргумент мы сейчас не берём. Это действительно возврат к прошлому, это новое в сочинении. А вот сама эта формулировка, она разве не напоминает вам изменение формулировки сочинения 9.3. 9 бывших, 9.1 бывшая, 9.2 бывшая остались прежними. И книжка 9.2 спокойно может использоваться, она у нас ещё есть. А вот 9.3, 13.3 поменяли местами и начали с темы сочинения. Почему? А потому что вот в этой книжечке есть целый такой сборник, таблица типичных ошибок. И одна из типичных ошибок, в том числе я её называю, нет ответа на поставленный в теме сочинения вопрос. В чём проявляется милосердие? Но нет ответа. Что такое милосердие? Есть. А в чём проявляется? Нет. Поэтому и авторы переформулировали составители ФИПИ. Они начали с темы, чтобы привлечь к ней внимание. Точно так же и здесь переформулировали, чтобы привлечь внимание к пояснениям, к примерам, иллюстрациям. К сожалению, это автология. Да? А, заинтриговала коллег. Ну что, тогда давайте я озвучу, я даже записала, озвучу то, что мне видится и в обучении, и в общем-то формулировке вполне доступным для детей. Комментируйте сформулированную проблему. Всё, с этого начинаем. От проблемы мы никуда не уйдём. Проиллюстрируйте комментарий. Оторвёмся от приложения «Примеры иллюстрации». Но оторвёмся от них. Они вот как-то срослись, близнецы и братья, и мешают нам понять само задание и написать сочинение нормальное. Проиллюстрируйте двумя примерами из текста свой комментарий. Ну, это значит, что вы уже включите в комментарий два примера из текста. Но они будут иллюстрацией вашего комментария. А что такое комментарий? Ваше рассуждение. «Поясните примеры, проанализировав смысловую связь между ними». То есть мы показываем, что все рассуждения по поводу комментария, которые пойдут за проблемой, а нам надо её раскрыть, объяснить, показать, мы можем достойно прокомментировать только в том случае, если в качестве иллюстрации мы несколько примеров из текста возьмём. А как иначе? Мы работаем с текстом. У нас опора на текст. Поэтому два примера мы извлекаем. Но не абы какие, а примеры, которые покажут путь и ход нашего рассуждения, нашего комментирования. Проиллюстрируйте двумя примерами из текста ваши рассуждения. Пусть это будет не комментарий, но пусть рассуждения. Вот они привели. Больше не надо. Два привели. Логично встроили. Ой, я опять что-то задела. Логично встроили, всё хорошо. Но просто отсылка на предложение 25-е или предложение 30-е не работает, потому что встроить эти примеры в комментарии означает то, что о них надо немножко поговорить. Поговорить о чём? О том, какую роль они играют вообще в этом тексте. И в частности в сочинении, когда ребёнок показывает нам, раскрывает сформулированную проблему. И вот именно эти примеры, взятые из текста, должны показать ход рассуждения выпускника. Ну и, конечно, установить смысловую связь между этими примерами. Вот мне видится такая формулировка оптимальной. Объясните детям так. Оторвитесь от примеров иллюстрации. Скажите, что иллюстрировать комментарии они должны примерами, потому что иллюстрация – это не что иное, как поясняющий пример, как разъяснение. И ход мысли должны поясняться примерами. Между ними должна быть связь, иначе они надёргают этих цитат и комментарии будут нулевым. Ну и, конечно, эту смысловую связь отметить. Конечно, проведём. Конечно, проведём. Я сказала, я тоже горю желанием, потому что работа с текстом – моя любимая работа. И не случайно вот новые книжечки появились, 9.2, 9.3. Это очень важная работа. Важно научить работать с текстом. Когда-то, лет 10 назад, у меня много вебинаров было, но у нас архив немножко пострадал, и там эти вебинары не сохранились. Как работать с текстом? Это очень важно – учить работать с текстом. Коллеги, я полагаю, что я всё-таки немножко успокоила вас. Я показала, что не так много изменений, и не такие они страшные в ЕГЭ, что всё можно осилить, по всему можно подготовить. Было бы желание, правда, обоюдное, учителя и ученика. Но, тем не менее, хочу показать вам ещё книжечки ОГЭ и сказать два слова о тематическом тренинге. Тематический тренинг ОГЭ-24 такой красной плашки не имеет по демоверсии, а вы знаете, что все тем тренинги мы пишем, вы это уже знаете, до выхода спецификаций. Поэтому, когда мы выпустили тематический тренинг, мы не знали, что появятся четыре новых задания. Они вошли в 30 вариантов. Но мы сделали такой бонус для всех любимых наших пользователей, друзей Легиона, в виде сборника упражнений «Новые задания ОГЭ-24». Четыре новых задания в достаточном количестве вариантов сборничек мы включили, повесили на сайте, вывесили. Здесь стрелочка показывает, как найти. Можно найти, вторую стрелочку не поставили, в методическом разделе. Там тоже выходите на ОГЭ или здесь под книжечкой «Тематический тренинг». Выходите, бесплатно скачиваете, раздаете и работаете. Это не помешает. Это дополнение к 30 вариантам. 30 вариантов не дублируют эти задания. Ну, кроме того, вы знаете, что у нас и на сайте есть в разделе «Электронные приложения» тексты. Для там еще Андрея Георгиевича и я читаем. Тексты для изложений тоже в бесплатном доступе, в свободном доступе. Вы это тоже можете использовать. Вот, напомнила, рассказала. И напоминаю, конечно, что ВПР никто не отменял. У нас большая серия книг, в том числе и мои по 15 вариантов. Повторяем и тренируемся, в которых есть вариант с комментариями, разобранный, как выполнять, в котором есть теоретический справочник для выполнения необходимой. Вот, и наши стандартные по 10 вариантов. Кроме того, есть тематический сборничек, восьмой класс, обложка сюда не вошла. Вот это все можно приобрести. Что же касается вебинара, посвященного сочинениям, говорю, что, ну, как-то материальчика подсобрать с новыми аргументами. Посмотреть, как дети будут справляться, чтобы было что анализировать. И мы обязательно с вами встретимся. И вполне возможно, что это будет январь или февраль, потому что расписание на этот семестр уже готово. Ну, может быть, даже и в этом полугодии. Коллеги, дорогие, 30% в неделю действует скидка на пособия по русскому языку и литературе. Литература у нас тоже новая. Приглашаем вас в наш интернет-магазин. Пишите, спрашивайте. Вот, а, убрали уже. На последней странице есть... Лариса вам еще раз покажет промокод. Обязательно вы его запомните. На последнем слайдике есть моя почта электронная. Пишите, присылайте сочинение. Будет что обсудить. Я буду только рада этому. Спрашивайте, предлагайте. Может быть, какие-то интересные идеи и мысли. Делитесь методикой, в конце концов. Ну что ж, я рассказываю, рассказываю. Хочется и вас послушать. Если нет, больше других. Есть? Так. Ладно, давайте. Обзацное очленение может быть свободным. Не нарушать логику. Да. Мастер-класс по русскому языку. Ну, это войдет у нас в вебинар. Мы сделаем. И, может быть, даже конструктор сделаем какой-то. Так. Уточнить вопросы, связанные с 21. Уточняющий – это обособленное обстоятельство. А если… Ну, что вы имеете в виду? Таких примеров не будет, конечно. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Да. И вообще в ФИПИ очень строго отбирает, ну, во всяком случае, то, что знаю я по книге, да, 36 вариантов. Там не бывает таких дублирующих моментов, в которых детям приходится очень сомневаться, что это такое. Это ответ на вопрос. Сравнение. Это будет обособленное обстоятельство. Да, да. Я еще не могу сказать, как они себе это представляют, но вот в кодификаторе эти изменения про и зашли. Звук был плохой. С звуком было все в порядке? Нет, кто-то написал, звук был отвратительный. Ладно. Я по поводу заказов чуть позже коллеги вам расскажу. Давайте сейчас вернемся к вопросам. Их очень много. Я что могла, собрала, старалась не пропускать. Наталья Аркадьевна, вот был неоднократно задан вопрос, почему так уменьшили количество ванку? Спасибо. А где? Если все практически остальные задания, Ксения оценивает за одним баллом. Коллеги, а где у нас? Кто сам не успокаивает? Я говорю, с чего начинать? Причины и изменения. Усилий? Деферимизируйте все. А если задания оценивает за одним баллом, практически все задания, Ксения оценивает за одним баллом, то куда нигде не уменьшишь. Так еще. Несколько лет назад Фипи убрал необходимость приведения аргумента. Цибулька говорила, что в этом нет потребности, так как знание литературы проверяется в итоговом сочинении. Проходит несколько лет, и вот опять сочинение по тексту необходим аргумент. Зачем все это делается? Нет, это все. Ну, во-первых. Для того, чтобы усилить сочинение выпускника, значит, обоскать. Не случайно ведь критерия оценивает, что не оценивает это. Обоснование сводилось практически к нему. Ну, никак не обосновывали дети. Это первое. Второе. В нашем сложном мире, конечно, необходимо актуализировать широкие фоновые знания выпускников. Они есть. И их надо актуализировать. Как? Ну, вот дать определенное такое задание. Примеры, аргументы. Что, я что-то не могу делать? А, он появился? Звук появился, коллеги? Да? Да, появился. То есть, актуализировать широкие фоновые знания. Это знания не только те, которые дети приобретают в определенных социальных условиях, но это знания других предметов. Далеко не все сдают литературу в качестве ЕГЭ. Что такое итоговое сочинение? Ну, мы догадываемся, мы видим. И далеко не всегда там фоновые знания вот такие по литературе срабатывают. Поэтому, конечно, я полагаю, что введение примера аргумента никоим образом не скажется негативно на самом сочинении. Но есть опасность того, что дети, конечно, плохо и мало читающие, опять будут скатываться на какие-то несерьезные примеры, которые не будут в должной мере работать на обоснование их собственного отношения к позиции автора. Поживем, увидим. Но я пока ничего плохого в возврате примера аргумента не вижу. Покажет экзамен. Вы же видите, сколько изменений. Моя первая книга вышла в 2003 году. С третьего года 20 лет непрерывных изменений. Сначала ушла часть «Б» с русским языком, вторая часть потом ее назвали. Остались нормы только лишь. В общем, изменения были ежегодно. И все это происходило на наших глазах. Это тоже определенные поиски. Но это поиски, которые приводят все-таки к положительным результатам. Проверить сочинение очень сложно. Это очень сложная работа. И она делается вручную. Это вот такая ювелирная работа. Поэтому и критерии оттачиваются для того, чтобы найти более тонкий и умный инструментарий оценки. Я вижу вот в этом как раз-таки все изменения. Плюс глобальное усиление дифференцирующей роли каждого задания. В том числе и каждого «К» в 27-м задании. Еще вопросы? Можно ли указывать номера предложений? Можно. Если это огромное предложение, ребенок может его в нескольких словах передать и указать номер. А еще лучше, он может сразу пояснить и указать номер. То есть, понимаете, сразу двух зайцев убьет. Он и пример приведет в виде номера предложения, и пояснение сделает. Потому что без пояснений. Пример засчитан не будет. Ноль баллов. Аргумент литературный предпочтительный. И тогда зачем говорить о возможности обращаться к жизненному исторически-культурному опыту? Почему предпочтительнее? Я разве сказала сегодня предпочтительное? Боже, сохрани. Я этого не говорила. Просто жизненный опыт очень часто понимается весьма примитивно нашими выпускниками. Им хоть 16-17 лет, но некоторый примитивизм все-таки есть. То есть, я имею в виду вот эти все предсловутые помощи старикам перевезти через дорогу и прочее, прочее. Вот когда используется такой жизненный пример, он должен достигать определенной степени абстрагирования, обобщения. А до обобщения наши дети, увы, не поднимаются. Поэтому, конечно, использовать литературный можно. Но я уже сказала, баллы читают. Еще. Наталья Аркадьевна, по поводу восьмого вопроса, у нас звук как раз на этом месте пропал. Ответьте еще раз, почему баллы за восьмое задание понизили? Коллеги, исключительно потому, что практически все остальные являются дикотомическими. 1-0. Больше не с чего снимать. А немножечко отрегулировать базу критериальную и базу оценочную нужно. И что? Скажите, пожалуйста, в тематическом тренинге ЕГЭ внесены ли изменения по 13-му заданию? Нет, с этого начала не внесены, коллеги. Все наши тематические тренинги выходят до публикования ФИПИ. Но я думаю, что 13-е и 14-е, 50 заданий вам будет достаточно в 25 вариантах. Поясните, пожалуйста, что же все-таки значит читательский опыт? Читательский опыт – это то, что прочитал ребенок. Это может быть как художественная литература, так и публицистическая литература, то, что мы называем иногда билетристикой. Это могут быть научные статьи и серьезные, если ребенок увлекается. Но это любой читательский опыт. Очень принятым местом является у нас понимание читательского в связи с художественной литературой. И нам уроки литературы в этом помощь оказывают. А вот примеры из жизненного опыта и литературы считаются ли они равноценными? Коллеги, один пал. Все, привел пример-аргумент, логично встроил, подходит он, он же нужен, чтобы еще подходил. Один бал, все. Тут не будет никто дифференцировать. Стихи можно приводить? Конечно, можно. Конечно, можно. Только осторожно с цитированием. Уж начитались мы, Гой ты, Русь моя родная, с таким количеством вариантов постановки знаков запятых, что, знаете, конечно, нужно. Аргумент должен быть подробный? Аргумент должен быть, эта часть обоснования должна быть, ну, наверное, немножко меньше, но никак не меньше первой части, посвященной проблеме. Наталья Аркадьевна, вот ученики обычно спрашивают, телепередачи, фильмы, можно ли их брать в качестве аргумента? Почему бы и нет? Но только не боевики, названия которых не знает ни один нормальный учитель, но только не то, что, ну, лучше брать отечественное. У нас много прекрасных фильмов. Конечно, не надо брать «Джентльмены удачи» или сплошные вот эти комедии, да, мало что там можно проиллюстрировать, но фильмотека у нас богатейшая вполне. Если ребенок неправильно интерпретирует литературный текст в аргументе, но остальная собственная позиция, внятная, за К4 один балл или ноль? – Коллеги, а вот этого я вам пока не скажу, потому что это будет зависеть, я думаю, от согласованной работы экспертной комиссии вашей. К какому придут общему мнению? Манго – это аргумент, комиксы. Манго у меня было как раз вот на языке, но я не назвала. Думаю, что те тексты, которые выносятся сейчас на реальный экзамен, как-то не совсем хорошо будут укладываться в аргументацию манго. Нам надо посмотреть на способности ребенка. Если он гениально все введет в комментарии, введет в аргументацию и пояснит, то почему бы и нет? Ну, к сожалению, вот комиксами это все и заканчивается. Наталья Аркадьевна, извините за вопрос, но хотела спросить, как эксперт ЕГЭС-точинения, сколько стоит проверка одной работы? Не знаю. Везде, наверное, по-разному в регионах. Где-то региональные доплаты есть. Честно скажу, не знаю, потому что последние два года по состоянию здоровья не участвую. Не скажу. Из зарубежной литературы примеры? Можно. Можно. Но абсолютно нормальные, которые работают на наш текст. А можно ли в сочинении ЕГЭ приводить примеры иллюстрации, выделять два отдельных абзаца? Примеры иллюстрации два. Можно. Если будет посвящено, ну, больше нескольких предложений каждому примеру, можно. Можно вынести связь между ними тоже в отдельный абзац. Но я бы не выносила в отдельный абзац, потому что все-таки они тесно связаны. Такими отношениями смысловыми, логическими, это уже другой вопрос. Но вот можно и первый, и второй развести по абзацам. Почему бы нет? Где найти идеальное сочинение? Можете ли его опубликовать? Сами напишите. Идеальное сочинение. Кстати, просили мастер-класс по написанию идеального сочинения Натальи Аркадьевны от вас. Что значит мастер-класс? Мы с вами можем взять какой-нибудь текст и поработать с ним. Мастер-класс должен сидеть дети. А можем с вами провести. Вполне привлеку еще учителей активных наших. Это у нас Ольга Геннадьевна активная. Так что проведем обязательно. Так, можно вебинар по логическим... Видите, Ольга Анатольевна замечательно ответила. Идеальное сочинение. Сами пишем. То, что я сказала, да. Что еще? Так, можно вебинар по логическим ошибкам. Давно хочу провести. Скопился очень большой материал по сочинениям. Потому что сочинения мы и проводим в Легионе. У нас есть отдел независимой оценки качества образования. Проводим срезы, проводим пробники. И много институт педагогический в прошлом проводил таких. Ну, конечно, модель немножко изменилась. Но логические ошибки остались. Они никуда не деваются. Скопился очень большой материал. Но для этого нужно время. А у меня сейчас несколько книг на выходе. Зреет. Очень хочется поговорить о логических ошибках. И, кстати, мне совершенно непонятен и необъясним высокий балл по логическим ошибкам. Сейчас, если вот рядышком. Он очень высокий. По этому критерию для меня это не совсем понятно. Потому что логических ошибок при проверке обычно очень много. А балл 80 совсем высокий. Поэтому, может быть, сотрею. Но для этого нужно обработать материал. Нам даже тему предлагают, Наталья Аркадьевна. Классификация ошибок. Ошибок? Да. Почему бы нет? Орфографические, пунктационные наши. Смотрите наши вебинары, посвященные ОГЭМ. Вот где ноги растут. Мы будем говорить и об новых и старых пунктационных заданиях. Орфографических. И что у нас там еще? Орфография, пунктуация и синтаксис. Там же вернулась старое-новое. Оно стало. Так что вот смотрите нас. Мы там об этом тоже говорим. Раньше разрешалось в качестве аргумента использовать предположительное будущее. А сейчас можно? Ну, почему бы и нет. Пусть предполагают. Правда, прогнозировать будущее сейчас очень сложно. Пусть попробуют. Понимаете, все, коллеги, вот эти гипотетические, предположительные и так далее, примеры, ну, они чреваты тем, что их могут не понять эксперты. Пусть уж дети берут что-нибудь попроще, приземленнее, понятнее. Ну, не раздражать экспертов будем. Ну, вопросов, да, больше нет. Огромное вам спасибо. У нас получилась прямо вот такая хорошая дискуссия, обсуждение. Даже не дискуссия, а обсуждение. Спасибо большое. Не всегда вы так активны. Видимо, за дело, за живое. О сочинении еще поговорим. Смотрите на промокод, приобретайте книги, пишите отзывы. Здоровья вам и, конечно, успехов. Всего доброго. Итак, уважаемые участники, наш вебинар успешно завершен.